неделю назад, неделю назад оболел. Не помню, сумел ли я ее сформулировать. Не, не, не было. Отлично. Значит, больше останется на сегодня. Ну, ладно. А, синтептическое многообразие. Это такое многообразие, на котором есть постсимметрическая форма, невыразенная, значит, многообразие четно-мерная, а еще эта форма замкнутая. Она постсимметрическая, внешняя форма, значит, у нее есть смысл условий замкнутости. Она замкнута, а значит, в силу такой штуки, как теорема Дорву, она локально всегда приводится к стандартным координатам, вне характеристики, а не просто в точке, и это здорово. А еще эта теорема Дорву может быть иковариантной. Об этом я чуть-чуть сказал в прошлый раз, сославшись на вариантную метрику. Сегодня нам это понадобится, я еще раз повторю формировку подробно. Вот то, что мы успели обсудить в прошлый раз. Еще мы обсудили, что на данном многообразии действует группа, и если эта группа действует в синтептическом многообразии, то это очень, ну, а группа группы ЛИ, короткративная окружность. И оказывается, эти две вещи, что есть синтептическая структура, есть действие группы, и действие группы сохраняет, они каким-то очень предвидимым образом согласуются. А именно, вы можете взять векторное поле действия окружности, ну, или одно из векторных полей действия этого компактного Тора, вставить в синтептическую форму, получить один форму. Эта форма всегда замкнута, поскольку действие сохраняется, называется, ну, как она значит помнила в английском. Она всегда замкнута, а у детства она еще и точна, а это всегда, если ее многообразие было односвязано с первым малым знаменом. Тогда действие называется гамильзономом. Снигает функция гамильзона, которая, по крайней мере, как он обещал, совершенно удивительная. В частности, это не просто гладкая функция, а это прямо с очень хорошими свойствами. Свойствы мы сегодня как раз обсудим. Свойствы 2 – это функция Морса, Морс и Борта, если бы я точно. И у нее в десяти точках только четных индексов. Для этого нам понадобится немножко обсудить почти комплексную структуру, которую в тоже раз я довольно много обсуждал. Функция Морса – это когда у вас задают эти десяти точки, а функция Морса – это когда у вас изолированные критические подмногообразия. То есть, когда у вас множество критических точек функции, это подмногообразие тем условием, что ограничение на нормальном пространстве в каждой точке функции записывается как в графике. Теперь уже нормально. Это почти то же самое, что функция Морса. Где именно чем не отличается, на самом деле, у вас есть свойства почти чем не отличается. В частности, как раз от них... Но нормальное пространство, нормальное место, и нормальное место, и нормальное место. Ну да, да. Скажем, ну, в этой науке можно сразу фиксировать варианты римного метода. А сейчас, все-таки не понял, а изолированность что означает? Изолирование означает ничего, и просто повторю это слово по превыски изолирования подвижными точками для обычных функций Морса. А тут скорее... Ну, эти многообразия, действительно, диссюнктам деяния, разные два многообразия. А, ну, то есть, они неприводимы? Ну, они, да, сверху. Ну, важно понимать, что функции Морса Готта могут с разной размером есть иметь телевизообразие. Вот, например, вот вам первый пример, на самом деле, когда у вас пространство ЦП2, на ЦП2 может быть стандартная функция Морса, а может быть, скажем, функция Морса, у которой физическое значение точка 1,0, физическое точка 1,0,0, и вся комплектная прямая 0,1,0,2. Вот вы такую функцию можете выбрать. Нет, полноценная функция Морса Готта, которая тоже влияет, в частном случае. Так, в общем, в самом деле, почти комплектная структура, но давайте пройти позже. Ладно. А формула Картана, в смысле, формула для... Формула Картана, это если у вас есть какая-то проблема... Да. Через контракт, ну, да. Понятно. Рассказываю, понятно, кто-нибудь записываю, на самом деле. Так, ТИАЛЬНИК. Синетическая редукция. Очень любые такие утверждения. Формулируется достаточно длинно, содержательный, при этом очень просто доказывается, имеет кучу последствий, которые можно долго обсуждать. И вот, так же, как я буду... ТИАЛЬНИК. Сформулирую сразу компактную структуру. Так, ТИАЛЬНИК. Я буду. ТИАЛЬНИК. На компактном направлении ПЕ потребует эффективность. Не обязательно компактно, естественно. Собственно, как первый пример, у нас будет некомпактное действие. Депульс и РК регулярное значение отображения моментов. Отображение моментов – это вот, что у вас торт и кодейство гаммитонова. Из этого следует, что у вас есть К базисных особенностей, в работе этих торт. Каждая из них – это периметрическая подруква. Каждая соответствует векторное поле, значит, каждая соответствует функция. Эти кофункции определяют вам из поражения РК. Гаммитонность действия – дополнительные условия, что эти векторные полеты мутируют. Это довольно важно, нам понадобится, но уже в телевизии. Но пусть это регулярное значение. Тогда, если ЦК действует свободно на этой правой области, то, если ЦК действует свободно, значит, у вас компактная группа. Лист действует на гладком надображении, свободно, определенный фактор – гладком надображении. Отстандартный фактор является не просто гладком синтетическим надображением. Ну, правильно сказать, когда брали экономично определяемой стептической структурой. Она не просто есть, а мы ее просто сейчас определим. Давайте доказывать. Четвертая эффективность действия? Четвертая эффективность действия – в данном случае начальство просто, когда каждый элемент хоть на каком-то да не привязанно действует. Мы сегодня все обсудим общее теоремное действие. Какие данные показатели? Так, ну, что-то, конечно же, это подразумевает, а именно надо было сказать, что… Идем заказывать. В этом наговоре, на самом деле, всегда гулянтно по действию ТОРТК. Сейчас я это докажу. Пусть Х1 – векторное поле, соответствующее первому трудности в ТОРТК. Мы хотим доказать, что Х1 касательно к этому слову, да? Амин минус 1 от У – это регулярное значение функции. Вот так вот отображение моментов, да? Отображение моментов… Ню один… Да, это нюхаты… Компоненты отображения моментов. Тогда… Тогда… Д мин и Т равно… Чему равно? Как выразить это через космосиметрическую форму омега и через баис-реекторный порядок? Ну… 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 А… И… И… Папец что-то ложкой… И… 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 … В прошлый раз, когда было определение доминтоновости действия, мы требовали, что для любых двух полей вот это условие создать форму 1-0. Это по определению доминтонности. Собственно, тут определение на самом деле растет. Если вы просто потребуете, что у вас есть К окружностей, АВК действующие, и каждый из них имеет точную форму, то у вас не получится, что линий уровень, вариант по 10 групп, а вам бы этого на самом деле и хотелось. А эти условия убирают ровно вот это равенство, мы его и требуем. Статья о Ки, в которой доказана теорема о выпуклости, которую я читал, она так и называется Конверситенкомьючинг Коммедитониас, то есть коммундирующий коммедитониан, и выясним название. Это значит оно инвариантное. А теперь, на самом деле, все будет еще проще, и так было бы очень сложно. Определим. Определим. Определим на n-1 от y к 5 2 форму как написать? Ну и естественным образом определим. Омега с волной что Омега с волной там x y равно Омега там поднятие там любое shoved и зубое поднятие есть. Определение не зависит от поднятия с Образение поднятия не зависит, потому что формула Омега На прообразе, на многообразии М, было тривиальное ограничение на орбиту ТКТ Нет, она не была тривиальной на орбите, естественно Она не выражена, мы не знаем У нас есть слои действия Тора, вот такие вот, и есть пространство орбиты Но это пространство орбиты, были какие-то два вектора Мы их возьмем и поднимем в произвольную точку прообраза То есть мы минус первый объект Ну просто можно разнести действия тоже, да? Нет, мы даже не разносим, а просто берем произвольную точку прообраза И говорим, в данном случае касательный вектор из класс пути Мы просто берем произвольный путь, который проектируется в данный Один и второй Это поднятие определено, ну если точку фиксировать Поднятие это определено только с точностью директора касательного к самой орбите Это значит, что фактически надо проверить, что В от х Что-то На многообразии где В от х плюс Теодин У плюс Теодин 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 ну давайте подумаем вот что происходит здесь у нас был вектор на образе на пространстве это конечно не будет верно любых игрек в точке это верно для пусть у вас какая-то точка что здесь написано есть какая-то точка на многообразии ем тор действует и мы хотим понять что вот верно равенство тут нам не хватает такого условия я вам не дописал что вот с этим условием это уже правда да это должно следовать после изумительности потому что если действительно если у меня скажем x касательный вектор к про образу а т касательный вектор действия то симметрическая форма на этой паре то же самое что и давайте То есть, в режиме мы строим форму следующим образом, берем два произвольных вектора на этом факторе, поднимаем их до касательных векторов в образе, здесь, а потом пользуемся тем фактом, что форма от любого касательного вектора и любого вектора касательного действия Тора , что форма этой пары равна 0. Как мы на самом деле уже доказали здесь. Нет, не доказали здесь, здесь другое для любой пары. А если просто берем, что если их касательный вектор, то по определению... Да, то по определению, если я сказал, то есть, они правильно имеют. Вот такой простой анализ, и на самом деле, сюжет про гамметоновость, редукцию даже теремы мачи, это, в общем-то, много простого анализа, иногда в применении каким-то более сложным конструкциям. Ну, наверное, это все доказали теоремы. Это значит, что фактор построен, построен, формула у него построили, построили... Нет, что-то еще не доказал, что... Нет, поднятие я построил, я привел форму, она коссимметрична, потому что коссимметрична там. Она корректна, но что не доказал-то? Не выраженные замки. Замки не доказал, не выраженные все-таки... Невыраженность, на самом деле, нужно проверить, но вы, наверное, уже поняли, что происходит, если эта конструкция в целом понятна. Дело в том, что у вас на минус первое от Y есть следующее, у вас есть касательные поля... А если мы взяли многообразие к размерности K, то на нем... Ну, он не может хвастаться сильнее, чем на K. А мы уже нашли ядро K. И по нему факторизовали. Да, и по нему все факторизовали. Значит, они выражены, действительно. Друзья, вам все очевидно, потому что пробород этой формы... Форму трудно было построить, мы это все время делаем. Но как только она построена, легко заметить, что у нас есть упражнение проекции. И теперь наша форма вот здесь, ограничение ее, является ПЭТа звездочкой, построенной нами. Это значит, что если она была не залпнута, то из-за дверечки от нее был не равен нулю. Ну, мы так вот... На самом деле, мы просто показали, что в нашем случае можно приинтегрировать посольную в кососимметрическую форму. И она станет фактически невыраженной. Это большая удача, потому что... Ну, не так часто удается, видимо, что-то посольное проинтегрировать, чтобы он невыраженным остался. И причина этому, как вы правильно заметили, именно в том, что в каждой точке на минус первой отметке, действительно, очень удалось оказалось, что вот эта касательная пространства кормите ТК есть нуль пространства нашей формы. А в большинстве случаев построенная форма не так уж и просто. Ну, скажем, бывает такая попытка строить почти комплектную структуру или варианты, какие-нибудь интегрированные. Но вот по всему комплекту, то среди этого так не получится. Давайте какой-нибудь прозвис этого не получится. Например, построить комплектную пространство. Но для того, чтобы открыть комплектную структуру нужно будет три автора. И вот у нас, кажется, три автора. Ну, давайте я пойду... Перфекция? Нет, давайте кого-нибудь из вас отказать путешествие. Проводить вас. Вы знаете первые стены для определения активного пространства. На самом деле, довольно поучительный пример, потому что... Да, тут уже 50 процентов тоже занято. А мне не понадобится много места. Это базовый пример, потому что очень просто позволяет показать так... Ну, у нас не было технически сложных доказательств. Надо понять, что происходит. А может, еще чуть-чуть не надо. Не надо. Похоже, что у нас сейчас происходит. Вот какое действие. ТОРТН действует на ЦН, комплектное пространство. И хорошо, что мы про действие все знаем. Оно-то у нас точно гоминтоново. Оно симплитическое, сохраняет стандартную форму. Гоминтоново, потому что базисные вектораты мутируют. Форма на них там на нулю. И гоминтониан, соответственно, кстати, квадратичная функция. То есть, один квадратик, может быть, два квадратик и так далее. Кстати, гоминтоново, кстати, все-таки сильнее, чем... ...как что-то... ...как что-то... Да, сильнее, но зато и другу это не должны... Это просто диагноз. Нет, у вас вообще есть у меня просто... Пусть у меня есть гоминтоново действие где угодно. Есть у меня два поля X1 и X2. Ну да. Вот что могу сказать, собственно, про коммутанты, кстати. Нет. Вот могу сказать, что он равен нулю, потому что у меня это компактно. Потому что у меня группа оберева. Но... Это... Но все еще недостаточно. Ну да. Если просто тор действует, то у меня X1 и X2, потому что группа была оберева. Вот. Но это еще не значит, что у меня форма на пальце второго равно нулю. Надо было сказать такую пару слов. Да. К сожалению, нет примера. Вот. Хорошо было бы, если досконально разбираться, хорошо было бы вам показать пример, когда у нас действует двумерный торт, действует симпатически, действие оба гоминтоновое, а форма на пальце второго не равна. Ну скажем, что начнем с четвертым. А... К сожалению, да. Я не знаю всего. И... И... Неприятно, потому что я там в том, что читал сам про это, но не видел примеров. Другие. Но на этом не видел. Ну, как-то проговариваю с другими сетками. То есть, вроде бы компактный. Ну, просто хочется, чтобы... Нет, не компактный, только компактный торт. Пусть компактный. Компактный торт тоже действует. Омега и царевного звания равно другу. Ну ладно. Давайте сказать пример. Вернемся все-таки гораздо проще, чем торт, что мы сейчас обсуждаем. Если у вас группа, любой торт, являющийся подмористом, тоже действует гамнитонова, то в частности... Диагональная подгруппа тоже действует гамнитонова. Ну, вообще, можно, конечно, что-нибудь было здесь написать. А именно... Пусть Х1 и так далее... Диагональные пальцы сны и поля. Поля. Время. Ага. Ну, тут, хотя бы, что в ЦР, но на самом деле... Сегодня все пространства вещественные. То есть, значения. Вот. Электронные поля тоже в вещественном смысле. Гамнитонова. Гамнитонова. Поля. Супер полей. Гамитония. Ну. Пусть х1. Кв2. Ну. Равно. Ну. Ну. Наоборот, конечно. Ну равно. Человек начинает сходить в Пасян, и у него такого гамбинциняна есть нервная сфера. Вот у вас какая-то одна плохая точка, начало координат, а все остальные значения гамбинциняна, вообще все вещественные, положительные, вообще все являются регулярными. То есть регулярные значения. Ну, и как нам доходит все эти диагональные подгруппы, мы уже знаем и обсуждается неоднократно. По-моему, самим получается. И мы теперь еще и знаем, что на ТПС-1 есть синтептическая форма. И далее, конечно же, форма Fubini Studio. Ну, о чем рассказываю, в общем, форма Fubini Studio так определяется стандартным образом. Просто, может быть, не всегда говорить про синтетическую редукцию, но то, что форма приходит в целом результате вот такого послова интегрирования, так обычно все это не определяется. Что стоит сказать в этом случае, что тут, на самом деле, не одна группа, а две, а именно маленький ТОР и большой, то есть маленький диагональный ТОР, который у нас вот передавали, и большой ТОР, Фактор, по которому действует на получившееся пространстве. Можно, конечно же, добавить полутетевшую формировку, что, да, фактор одного ТОРа по-другому в общем случае будет действовать на Факторе здесь. И действует Гоментоново, потому что там действовало Гоментоново. Но мы тут уже обсуждали в какой-то форме, обсуждали многообразие. Давайте сразу по вторичке многообразие скажу. У нас же, вроде бы, должен быть сложный курс, а я вам про комплект активную пространство рассказываю. ТОР-ТОР действует на СЛ. Мы сейчас возьмем действие еще одного ТОРа, под ТОРа, вернее, но не диагональный, а какого-то чуть более сложного. Опять же, путь ПЭР, благогранник, простой, кут. Статно-пистелленный равенц, подчисленные, и нормальный ВЕР или что любая квадратная подматрица АП, или что любая квадратная подматрица АП, у нее столбцов столько же сколько размеров с многогранника, а строк у нее столько же сколько с гипергранью многогранника, считаем, что лишних нет. Любой определитель подматрицей АП, образованный строками соответствующей любой вершине, равен минус 1. Например, опять же проективное пространство, но бывает и более схожное. Я сейчас по этому многограннику построю вам тор в ЛТН. Тогда существует матрица СП из Zn в группу Zn-n. Такая, что можно запустить такую точную последовательность. И определим АП равно СП, транспонированное в торе ТМ. То есть СП, транспонированное, определяет галматизм и стора СМ-н в тор ТМ. Понятно, что происходит. По матрице АП построим матрицу скайдра, вот такую СП. СП. Давайте рассмотрим пример. Например, СП это такой гумерный синтез. АП это вот такая матрица. СП это вот померно, для этого случая диагональю по другу, как мы и знаем. М-н равно одному, М равно трём. СП отображает вам одномерный торт, двухмерный торт и галматизм по другу. А это просто в общении на общий двенадцать многогранник. Не просто раз. Но эта подгруппа в торе ТМ, а значит она тоже действует мультонова. Вы уже доказали, сейчас нужно просто сладко на раннее тверденье, которое будет. В конденции Галматонова, еще вы помните, когда вам отделяли этот момент угла в многообразии, и доказали, что оно не особое, строили его как-то. На самом деле, мы определяли именно регулярное значение вот этого проводника. По определению ЗП прообраза регулярного значения соответствующего Галматониана. Я рассказываю простые вещи, а вас спрашиваю сложные, чтобы я уже не справедливо. Может быть скажите, чему равно это значение. Я потерял вам матрицу АП, вектор ВП, матрицу ЦП трансформированное, да и ЦП тоже, да? Например, Галматониан действует из КМ. Галматониан действует из КМ. Галматониан действует из КМ. Компактный ТОР действовал... Смотрите, когда у нас действовала диагональная... Очень просто. Размер изображения моментов такая, как у группы. Это наушный небольшой разрыв шаблона, потому что у вас есть пространство орбит по действию ТОРа, а есть образ изображения моментов. И вот, когда вы видите пространство орбит, у вас размер из ТОРа вычитается. При этом у вас положение моментов, у вас как раз в пространство размер из ТОРа это и бьет. Да, детей с минусами. Когда у нас действовала окружность на нечетно-мерной сфере, то размер гамильтаниана была равна размерности окружности, единиц той. То есть гамильтаниана была суммой квадрат. У него одна компонента была. А теперь у вас действует n-m не эрбитору. У него n-n компонент довольно много. Вам нужно собрать то, что написано на доске в какой-то вектор из пространства r-n, чтобы это мог быть. У вас есть определение моментов многообразия. Помните, мы писали все эти элементы матрицы С и элементы В. А компоненты гамильтаниана как раз квадратные модули координат. Ну и просто придумаем, что там будет. Нужно так склеить или вторая матрица, чтобы получился какой-то минусы-мерный вектор. А у вас вектор всего один из этих данных. У вас две матрицы АВ и ЦВ и один вектор ВВ. Вам нужно из двух матриц одного вектора получить вектор В-n. Это можно сделать только один способ. Нужно умножить такую матрицу, которая... Ну да, на ЦВ надо умножить. ЗФ это множество таких точек. То есть ЦВ на вот этот вектор минус ВВ в компоненте равном и, по-моему, такое было определение. Вот. А в такой форме видно, что правое сигулярное назначение относительно вот этой матрицы ЦВ. Она и сидит. Просто я допускаю выпуски здесь. Мы показали, что если выполнено условие вот этой неособости, то группа К действует свободно на многообразии ЗФ. Получается, что мы это показали несколько лекций назад. То есть условие, которое сейчас понадобилось в конструкции глистической редукции, мы как раз проверяли несколько лекций назад. Таким образом, факторы ЗФ по действию ТОРа-3 в этой ситуации являются глистическим многообразием. Ну и повторяясь, на этом многообразии определенный фактор этого большого ТН Фанаж Мука. И он действует по методам. Вот конструкция синтетического многообразия, через 50-50 редукция. В принципе, еще один черт в нашей программе. Я потерял его как комплексное многообразие с Иерач, потом как гладкое многообразие, но это тоже гладкое многообразие, но еще и синтетической структурой с синтетическим действием. Поразительный факт стоит в том, что... Ну, это люди, в общем-то, открыли и не сильно удивились. Ну как, довольно здорово, что у вас с многограничей происходят примеры. Вот. А теория Гальзана гласит, доказанное в 88-м году, то есть уже в конце 80-х годов, через несколько лет на стиле мотивы. Классически, на самом деле, это все примеры, когда только один размерцы, действуют у вас симплектические гометологи. Я думаю, что вам пройдет впервые рассказать, чуть-чуть на следующий лет, а не сегодня. Вот. И это было как раз утверждение, которое очень сильно повлияло на геометрию не только симплектическую, но и алкебраическую. Верное, тоже. Это был тот случай, когда оказалось, что комбинаторные примеры, с кучей комбинаторных свойств, очень сильно влияют на геометрию, то есть исчерпывают вам какую-то абстрактную геометрическую ситуацию. Давайте я повторю. Эта конструкция оказывается общей. В нее вписывается... Ну, что значит общей? У вас появится двоймерное многообразие, на котором действует n-мерный тор, половина размерности. Действует синтептически. Пусть у вас теперь есть произвольная компактная ногобразия. Ну, мы не знаем, что это такое. Я сказал, что у него синтептическая форма, но гладкая ногобразия. Вроде бы, если я ничего не говорил. Нет. Это хорошее внешнее знание, что эти ногобразия происходят из абстрактной диаметрии в частности. Это, на самом деле, тоже еще одно чудо небольшое. У нас были только двадцать ногобразия и синтептическая форма. Оказывается, у вас там есть какие-то регулярные инструкции, пучки, возможности. Пусть у вас есть двомерное компактное синтептическое многообразие, на котором эффективно действует n-мерный тор синтептическим. Теорема – это всегда вот такая ситуация. Таталограф всегда многогранник. Он всегда обладает такой-то рязантовой реализацией. И ваша многогранник просто их вариант носить в томожне, то есть суть дефемортизм, он их вариант, он сохраняет форму вот в эту стандартную модель. Этих моделей, они какие-то совсем конкретные. То есть, многогранник можно перебирать в конфликт, в концертность. Такое дело. Люди, наверное, офигели от этого, когда открыли. Это такой простоличный пассаж, но это, в общем-то, правда. И сейчас, в последние сколько-то лет, довольно много работы идёт в направлении «давайте мы это обобщим хоть куда-нибудь». Например, когда на двомерном многобраде… Ну, раз твойный размер на круг получилось у Дальзана когда-то, давайте мы сейчас бросим все силы и с каждым тестированием то есть действие Тора N-1 на 2 N-1, да? Оказывается, уже гораздо труднее. То есть в лом-сори-шорт это не сделано. Потому что очень сложно. Ну, можно сказать, что правильный человек не оказался в этой области в нужное время, потому что в месяц там своего оси есть, не нашлось, или на Дальзана как-то. Ну, в общем-то, кажется, большой деморог. А в половину размера всё ужасно вот так вот классно скребывается. Ну, немного разговорился. Да, речь на самом деле пойдёт начаться в другом. А именно… Это просто пример. По общей утверждению была синтетическая редукция. Сейчас мы с вами обсудим Телему Аси, а выпустим. Телему Аси, Диёми Нестерберга, Арнольда Хаванского. Если это какой-то смешной случай, это тот случай, когда принцип Арнольда о том, что любое открытие, любое математическое понятие, названное не по имени человека его придумавшего, он, кажется, применим как раз самому Арнольду, а именно теорема. Статья о Типа Мусс, первый год. Но Арнольд Хаванский занимается принциповательностью, но этими вещами в 70-е, видимо. И действительно, наверное, это знали. Ну да ладно, если я буду таких вещей касаться, то вам, может, будет интереснее, но… Густность действует очень надёжно всегда. А, точнее, сформулировать. Куда вообще? Ну, всё равно. Ну, всё равно довольно просто. Сформулируется. Ага. Ну, всё равно компактно. Вот теперь уже требуется потребовать. И СК действует на М Галитонова. Ну, эффективность координата требуется. Эффективность такой условий, для которого вообще есть. Ну, Ню. Украшение монентов. Тогда образ Ню будет какой-то многогранник. Думайтесь, насколько это велико утверждение. На дворе, я не знаю, 81-й или 79-й какой-то год, и люди знают, что это математический анализ, здесь какие-то гладкие функции. Совершенно удивительным образом образ вот такой абсолютно дифференциально-геометрической ситуации является комбинаторным объектом, при этом с какой-то своей нефривиальной геометрией комбинаторики. Давайте посмотрим, если у вас просто оттружность действий Гаментонова, ну и Гаментонова намерен, то это утверждение просто о том, что образ это отрезок, оно очевидно. Образ неправильной функции на классном многообразии всегда ответа к тому, что максимум достигает, понимаете, преимущественное значение. Но почему-то, если этих Гаментонова уже два, и они коммутируют между собой, то образ на плоскости у вас будет даже не просто какой-то выпуклой фигурой, а не просто какой-то такой областью, таким боленом, и даже не просто выпуклой фигурой. Он у вас будет таким многообразником, с вершинными прямыми линиями. А она гладкая? Кто она? Ну да, она же только для гладких определяется. Только на гладком многообразии имеет смысл. Анализ, формы, запуск и так далее. Ну, в смысле, можно на регулярном куске все определять, да, продолжать потом? Нет, она только гладкая. Она всегда понадобится. Я не знаю, что это вообще на самом деле здесь. Пример вы на самом деле уже знаете. Это таинственное многообразие. Собственно, образ как раз вот этот многообразий, который получается простой. Есть у меня любимый непростой пример. Давайте вам расскажу. Отходим на набратье G24C. Двумерные плоскости в четырехмерном пространстве все комплексное. Размер существенный какая у этого пространства? 8. 8. 8. Комплексная размерность K умножить на I-K. 2 умножить на 2, 4. А вещественный 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. ТП 13. Товар диагональный, просто диагональный координатный, но он по дуракке действует, у вас есть тривиальная подгруппа диагональная. Диагональная подгруппа тривиальная действует на всех плоскостях, правильно? Ну, на самом деле, Т3, то есть трехмерный Товар по диагональному. В смысле, вы хотите проективизировать? Ну, грубо говоря, да. Т3 действует на G24C, дефективно и грузбоновано. G24C проективное многообразие, оно вкладывается с помощью координат Плюкера в проективное пространство. И соответствующее действие Тора является ограничением действия Тора извне, с каким-то характером. А где же действие Тора? А многобразие у вас комплектное? Значит, оно симпатическое. Комплектное под многобразие Т3 многобразие является симпатическим. Мы ничего не говорили про Т3 многобразие вообще. Ну, вообще надо было, потому что в прошлый раз я вам очень много рассказал про то, что есть такие гометоновые действия, симпатические действия, а еще не известно, какие из них какие. Первое утверждение, что любое синтетическое действие на трейлеровом многообразии является гометоновым. Терема Франклия. В прошлый раз я его не озвучил. На трейлеровом многообразии все эти критические действия гометонов, окружности. Вот, по крайней мере, как утверждение отметится. Две есть. Не забыть. Наверное, мы к этому предмету все-таки вернемся. В какой-то момент, когда будем сужать гометоновость. Посмотрим, что успею рассказать, еще и прибавлю. Ну, да ладно. Почти все. А с этим примером. Трехмерный торт действует на трехмерном многообразии. Что? Она скромировала все синтетические гометоны? Окружности. Окружности. А если я не боюсь? Нет. Если есть неподвижная точка. А, ну. С наличием неподвижной точки с синтетическим действием гометоновым. Это вот эта эпопея, что если есть синтетическая и хотя бы она неподвижной точкой, если бы мы это не а. В этом случае это будет... Давайте я вам просто скажу, что будет образом поражения моментов. И, наверное, закончим с этим. С поражением моментов образом здесь будет октайзер. Трехмерный многогранник. Поразмерный, да? Вот. Это вам пример. Это, на самом деле, пример, когда образ поражения моментов непростой. У нас всегда были простые многогранники. Там специальные веера. Он был успе простой многогранник. Уже кучу раз упал в смеси с определенной доске. Есть непривиальные примеры. И при этом непривиальные, при этом очень интересные, когда у вас образ поражения моментов это как раз достойный заграни. Вот так это. Этим тоже можно заниматься? Нужно. Про это уже много не знаю. Ну что. Надо бы доказать подтверждение. Так что много мне установления. А это, на самом деле, хорошо. Потому что я скажу очень интересные вещи. Все сложные вещи записать я записал. Надеюсь, рассказать не успею. Не успею сказать, куда-то утверждение берется. Главный перешет. Сложное выражение. Есть несколько простых идей. Как вообще до такого можно дойти? Как это можно доказывать? Ну, как можно было придумать, чтобы распорожение моментов не что-то, а именно выпуклое, да еще многогранник. Идеи простые. Я могу объяснить, я думаю, эту лекцию. А вот техническая реализация тут уже более сложная. Для нее там нужно вводить какие-то дополнительные определения. Много играть с общим теоремой действий групп. Ну, посмотрим, как пойдет здесь в следующие полчаса. Интересные вещи вам точно успею рассказать. Когда-то давно, я вам немного... Немного... Помните, когда мы строили функцию Морса на историческом многообразии через многообразие, мы успели проверить, что критические точки это неподвижные точки, но я не успел показать, что линдерских это как раз черное число. Вот сейчас мы это успеем сделать. Вот сейчас это сделаем. Сейчас рассказал всего о функционировании. Кажется, здесь прекрасно. Даже меньше. Так. Заказывать подтверждение мы будем по индукции. Ну, все это в работе оси. Но, как-то часто бывает, обычной индукции недостаточно, поэтому нужно усиливать предположение индукции, чтобы делать шаг. Пределение. Если Эт, З, 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 Мн. Называется почти периодическим длинкциям. Если в нее падный поток порождает группу по 10 морфизмам N, замыкание которой и замыкание к областному тору утыкаем. Я раздам все второе определение, которое надо держать в голове. Придумано осенью, чтобы как раз побороться с трудностью, которая будет понятна через какое-то время. Но если у вас просто тортыка действуют, то вот эти барисные гаммельтонианы они периодические, потому что соответствуют периодическому потоку на многобрасть. Правильно? Откружусь и периодический поток. Такая динамическая система и специальное уравнение, которое каждую точку через время глобит приводит в себя. А, здесь можно такую рациональную накладку. Иррациональную. Ну да, вот если вы, скажем, сложили, вот пусть, если вы, скажем, установили поле x1 плюс 2 x2, то оно соответствует соответствующим характеристикам, ну вот однокарактерической подгруппе в вашем торе, у нас там такое действие, которое тоже замкнутое. А если у вас она с рациональными коэффициентами, то то же самое. Рациональные коэффициенты тоже самое, чтобы с chỉственных, если вы đấyли на целое число. Ну или они рационально соизмеримы. А вот если они нерационально соизмеримы, то что делать? Если они нерационально соизмеримы, то тогда применим вот это определение. Но на самом деле нам нужны именно вещественные линейные комбинации вот этих байтных гаммельтонианов. Мы для них все будем доказывать, и для них будем доказывать лёгкость против речи. Если х1 х капия – базисные герметронианы, то сумма, которая иная, тоже, почти периодически. Это такое определение любые вещественные коэффициенты. Действительно, если у вас есть двумерный тор, например, и такой вектор х1 плюс корень из 2х2, то он пророждает такой базовый поток, замыкание которого, что зато есть двумерный тор. Вот такое определение. Это утверждается, что если мы возьмём х1 плюс корень из 2х2 и оно позиционно, то тогда х1 и х2 тоже. Нет, зачем это? Мы хотим вот что доказать. Мы хотим доказать вам то утверждение. На вырученцевый барабан, на вещественные коэффициенты и так далее. Мы хотим доказать вам то утверждение. Оказывается, нам нужно промежуточное утверждение, и наш шаг индукции будет уявлен для таких почти периодических гаметонианов. Мы сейчас будем, на самом деле, придут заказать такое утверждение, что пусть у вас... Ну да, пусть у вас F1 и так далее, F1 и так далее, F2 подсиционные гаметонианы. Если для L-1 верна теорема Ась Е, то и для E тоже. Мы не сможем доказать условия, пусть F1 и Fk просто периодически гамедитаниатом, как здесь. Пусть для Tk вера, а для Tk-1 вера, мы доказать не сможем. А сможем доказать, что пусть у нас F1 и Fk были почти периодически гамедитаниатом, тогда мы для F1, Fk-1 сможем подтверждение. Ну ладно, Лойку я еще раз буду повторять, даже не повторять, а просто говорить, что там своя Лойка достаточно интересная. Хорошая статья. Подходите, почитайте. Вроде есть список литературы в программе Госса. Телематики, это, конечно, телематики, но на самом деле это утверждение на центральной науке, и мы только сейчас в него дошлись. А именно, что по типу речки гамедитня Функция у нас флота. Функция у нас флота. Все индексы четные. Это самое крутое условие. Из этого условия, на самом деле, следует все, что может быть. Я делаю с первой сентября. Все индексы четные. И многообразие непозитных точек. Это все индексы четные. Говорить на режим точек попадает с множеством нулей поля нулей, не поля, а соответствующего дометаниану компактного зора со множеством неподвижных точек. И, что тоже самое, много струкновений. Гобрание неподвижных точек относительно векторного поля градиента. Или, что тоже самое, множеством нулей градиента. Вот эту эквивалентность давайте обсудим действительно. Ну да, если у вас что-то является множеством нулей векторного поля градиента, то оно является множеством неподвижных точек, порождённых этим потоком группы. В обратную сторону тоже верно. Если у вас группа не двигает, то значит у вас поле просил установить. Ну пора уже, курс называется «Гладкие статистические комплексные действия Тора», то есть периодический гометаниан-функция Морса Ботта, все индексы чётные, все индексы для Морсской функции, нормальные индексы. И многообразие неподвижных точек совпадает с множеством неподвижных точек, соответствующих гометаниану компактного Тора-ТК. А вот это то же самое, что множество нулей градиента. А, в смысле, что множество неподвижных точек, множество нулей градиента. Все эти три объекта совпадают с множеством смысла. Многообразие неподвижных точек, множество неподвижных точек ТК и множество нулей градиента. В смысле, там нет никакого подвижения этих гометаниантов, да? Просто скажем, что никто не попадает. Да, да, да. Или надо написать здесь. Никого тогда здесь нет. Ключевое движение, я даже не знаю, какое движение ключевое. Последние две строчки, видимо, все-таки очевидные, а вот первые... Последние две строчки очевидны, но они являются самыми важными, потому что про действия компактной группы есть очень простые общие теоремы. И последние две строчки позволяют вам... Вот это номер один идея, а те или кого-то. И последние две строчки позволяют вам приносить теоремы действий групп, которые я сейчас формулирую, на теоремы о устройстве критических точек функции. А критические точки функции — это, на самом деле, и локальный анализ образа отображений моментов, и топология вашего многообразия. То и другое мы будем эксплуатировать по форму. Индекс учетной локальной выкладки. Сейчас я ее сделаю. Обещанное утверждение про гладкие действия будет прямо сейчас. Вновь простой. Пусть же компактная группа И, действующая на термин. С группой И, на самом деле, есть небольшое уточнение. Она сама является многообразным. Поэтому по гладким действиям группы понимают не просто, что у вас есть отображение дефеоморфизма, а что у вас, на самом деле, есть отображение с произведения G на M, M. И вот оно гладкое. Отображение произведения многообразия. Здесь M гладкое. Тогда множество неподвижных точек G дизъюнктовое объединение гладкообразий. Возвращение G на M. Круто, на самом деле. Нет у вас таких контрпримеров, когда вы можете найти такое гладкое многообразие и гладкое действие. Вот как на прямой у вас есть эти контрпримеры, гладким функциям и так далее. А здесь такого нет. Всегда множество неподвижных точек. К любому гладкому действию будет объединение многообразий. Может быть и разной размерности. На CP2 у вас действует окружность на одной координате, скажем только. Неподвижные точки – это точка и комплексная прямая. То есть точка и двумерная сфера. Два многообразия, размерность разная, а у вас неподвижные точки. Доказательства. Это для вещественных ситуаций, да? Все вещественные ситуации, да. И доказательства используют вот такую вещь. Я вам расскажу этот трюк. Он, на самом деле, нам уже был нужен на той лекции, не явно. Можете, я его проглотил. Трюк очень простой. У вас на M есть триггл-метрика. Всегда, как вы знаете. А если у вас на M еще действует компактная группа Li, то триггл-метрика невариантна. Можно ее определить, получите невариантную метрику. Потому что для компактной группы у вас есть неодхара, интегрирование по неодхарам. Про это Миша Субервисов считал спецкурс. Нужен такой common knowledge. Ну, это какие-то очевидности. Ну, есть у вас метрика. Ну, да, она невариантна. Ну, и что? А вот что. У вас для метрики есть такой риск экспоненциального отображения, которое позволяет вам отождествить кусочек касательного пространства, который линейный, который есть естественная структура, и кусочек локальной карты в окрестности точки. Это очень простое соображение. Это очень простое соображение. Ну, это сложно понять. Геодезическое вектор Эпсилон переходит в геодезическую в данном направлении, которое проходит длину Эпсилона, грубо говоря. Вот. Действием группы подействуют действием группы касательный вектор, что касательный вектор, а длина Эпсилон, длину Эпсилон, потому что метрика инвариантна. Кричайший путь, кричайший путь. Но смотрите, в чем штука. Эпсилон, это поражение же является дихиоморфизмом и эквариантным дихиоморфизмом. А линейное действие, а если действие же линейно на пространстве, то множество свежесочек является линейным подпространством. А линейным подпространством является под многообразием. Это простой математический анализ сонным понятием. Если у вас есть неподвижная точка, то в ней возникает представление группы G, линейное совершенно. Очень простое. В этом представлении есть певиальное пространство. Конфициальное изображение изображает его как раз на такое под многообразие в этой точке. Соответственно, как раз неподвижная точка. И это можно провернуть в любой неподвижной точке. Значит, у вас в любой точке это сдается так. То есть, каждые точки соответствуют своему инвариантному благообразию? Каждый неподвижный. Каждый неподвижный. У вас если точка неподвижная, то у вас она неподвижна, и в ней возникает представление группы. И еще из экспонсионального отображения происходит какое-то множество неподвижных точек? Да. Экспонсиональное отображение, он гарантирует, то на воздействии, это очень тривиальное утверждение, которое приводит к сложному. Экспонсиональное отображение, коммутирующее с действием группы, гарантирует, что действие в окрестности устроено вообще полностью так же. Мы будем использовать еще, ну там, прямо сейчас, для удовлетворения. Надо просто понять, что это все неподвижные точки. Вот, все неподвижные... Вы в любой неподвижной точке это можете сделать. То есть, в любой неподвижной точке это как-то вам задается. Понятно. Есть окрестность любой неподвижной точки, который так вам задается. А, ну я понимаю. Ну, такое объяснение я могу вам привести. А геодезически вот у нас как бы обходят эти неподвижные наговоры издательства? Нет. Почему? Это они могут сохранить, да? Нет, они никак не связаны. Геодезически просто то, что... Нет, геодезически вообще не нужны в этом доказательстве, просто техническая вещь, которую я сказал, чтобы пояснить, почему... Почему, если метод-коин-варианты, то мы коммутируемся к специальному отображению. Ну, вообще, такое утверждение, что... можно в нём просто поверить. Очень удобно и тюрненько. Есть метрика, есть группа. Но из этого мы уже получаем, что ДК-то ведь группы Ли, она у нас здесь, это многообразие. Множество этих подвижных точек, это многообразие. И это множество, где поле равно нулю, а форма у нас не выросла, значит, множество точек, где дефрецал равен нулю. Функция. Ну что, нужно на самом деле мне показать, что все индексы чёстного кресла в неподвижной точке. По-моему, у вас теорема немножко неаккуратно сформулирована, потому что, смотрите, у вас есть почти периодический гамильтаньян, его фазовый поток, сказано, лежит в каком-то торе ДК. Ну, видимо, нужно сказать, что ли, что это минимальный тор, который... Нет, его фазовый поток порождает группу замыкания, которая является тороп ДК. А, вот так. У него есть... Это надо говорить в том числе. Да, это на самом деле важно. Да, это надо. Это на самом деле очень важно, что, действительно, ваш поток это такая одномерная штука, но у вас замыкание порождает довольно большую группу. Комерную группу. А, вот еще один вопрос. То есть мы получаем такое распределение, да? Как... Ну, сколько там мерных плоскостей, да, нам? По разными точками. Правильно я понимаю? Ну, нет. Какое распределение? Ну, распределение... Как... Ну, вот как раз я нахожу в касательном пространстве, по разным точкам, а там просто распределение. Называется это касательное пространство, да? Вы просто касательное пространство получаете? Ну, а у вас ведь? Ну, нет? Я что-то не представляю? Нет, у вас просто касательное... Нет, вы просто писали, действительно, касательное пространство, ясно. Если у вас, как бы, точка, подтекает. Угу. А. это на самом деле но смыслов гладко произносит по поводу гето что это такое на самом деле сейчас задумываемся глазки то же самое что линейный просто пока не гладкий тоже сложный очень невинный гладкий просто линейный мы использовали гладки значит точки линейные дать вот можно сказать что-то участие пункт деревьев можно сказать все у тебя осталось доказать что . . . . Вот здесь у меня текаты, это ТОЛЕ1, порождающие текаты, и ОМИГАИС точкой РАЛМОДЕВЕР, а это мой периодический генетаниан. Но пришло время впустить вход в тяжелую артиллерию, что в окрестностях любой точки можно ввести симметрические координаты, в которых форма имеет стандартные записи, кистанин-коэффициентные. Защитутели и эквариантные целях дорогого. Продолжение следует... Продолжение следует... Форма ТОРТЕКАТЕ сохраняет симпатическую форму. ТОРТЕКАТЕ сохраняет римную метрику. ТОРТЕКАТЕ сохраняет почти комплексную структуру, которая по ним строится. ТОРТЕКАТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 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 СЛЕД Мы долго строили в прошлый раз, сейчас просто напишу правило, в котором надо знать, что определяется формула и метрика. Твостыкация сохраняет омега и метрику. Метрику мы еще не выводили, но обычно будет метрика жена. Следовательно, сохраняет их почти комплектную структуру J, однозначно определяем формулами. Продолжение следует... Вот, видите, не ошибся, интересно. Потому что там не надо брать полярное разложение. Нет, нет, нет. Полярное разложение – это почему такая штука есть. Свойства, как только на патрон, они вот такие. Я знаю конечный ответ. Нет, нет, вопрос гораздо более простой. Вот пусть меня, к сожалению, не могу запомнить в таком порядке, что писать здесь, интуитивная язва что происходит, потому что у вас есть метрика, она симметрична. gxx больше нуля. А есть такая симметрическая форма – ωxgx больше нуля. Или наоборот – ωxgx больше нуля. Мы знаем у нас, вот так, у вас двумерное пространство, да? Мы знаем, как там действует оператор умножения на мнимую единицу. Вот он поворачивает в эту сторону. А фарма на двумерное деймуты и деймуты. Ну да, да. Да. Весеме y равно x. Тогда gxx больше нуля. Боже, как я ошибся. Давайте правильно пишем. И все-таки как вы это вводите? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Короткий ответ – долго. Парень локальный ответ – можно только мутиться – показать, что такая штука есть единственная, а потом заметить, что она сдаётся вот этими вариантами требований единственная. значит на есть и значит у любой карте клеить строительный можно было для этого как-то надо по 2 0 2 построить какой-то вот так что мы берем какую-то метрику потом берем полярное разложение получаем джей и джей вот соответствует по вот этой формуле да может быть потому что я если наоборот задан оператор джей и форма то я могу метрику определить я могу метрику модифицировать я могу говорить что-нибудь типа что у меня джей с волной джей и джей и джей и джей был оператор почти комплекса структуры вполне новый метрик это же метрика ну там пополам например новая метрика это же метрика если я применю то у меня нет будет джей и джей вот это условие по если у вас есть форма и оператор то по ним построить метрику или форму соответственно легко а вот небольшой джеймород построить по двум формам эту этот тензор опять вывезли за этот удивительный разговор что в прошлый раз ну да ладно тем более скажет тем лучше в нашем случае все проще потому что форма вообще единичная в окрестности но законы физики на кризон так сильно и метрику мы торжественных и действия в окрестность провести не можем но можно провести в точке если сейчас я ни на что не понял в чем состоит экзавариантная в точке икс и и это форма и вы можете многими способом выбирать координаты в которых форма диагональна у вас таких способов довольно много окажется если у вас есть 10 группы вы еще можете выбрать их так что у вас 10 групп сохранить эту форму я это считаю я не понимаю у меня есть форма это форма она то есть мы требуем чтобы она и не варианта была относительно 10 групп да схода была и варианта относительно 10 групп ну вот теперь мы ее привели в координатном торгу обычной теремовой торгу и так как уже сохраняется ну смотри я не понимаю в чем разница между обычной теремой там будет выглядеть как и 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 что я скорее могу хотеть ну я хочу варианты замены координат а вот что я хочу точно да 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 вот что я хочу я хочу координат в котором 10 группы будет линейно да 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 у меня это получится и спойлер получится ровно потому что я могу потребовать я вот это дефеомортизм распространен с касательного пространства, с касательного изображения прямо так он будет устроен а какой видите вот эти координаты в касательном пространстве? они просто есть мы привели важный поток который из координата получает в прошлый раз но это доказательство оно конструктивное оно в конструктивном смысле вам предъявляют гомотопию, но вы не знаете, к сожалению, относительно результаты но в утверждении, что классно, с помощью лучшего утверждения можно сказать то, что вот эта теорема если считать g единичной в точке x а мы можем это делать считать единичную в точке x то j стандартные в точке x стандартные операторы комплектной структуры в точке x именно в точке неответственности я вам это говорю только за одним зачем нам вообще нужна почти комплектная структура? а потому что утверждение, что торт и катер сохраняют почти комплектную структуру означает, что у вас не просто вещественные представления точки x а комплектное представление а комплектное представление это здорово они полностью приводимы это значит, что это значит, что представление ткаты распадает в одномерные неприводимые а комплектные то есть комплектное предоставлитель ткаты в точке x а мы считаем единичной? в точке x я не понимаю что написано, что если считать g единичной? если считать g.. нет g единичной форма стандартного крепости аж единичные точки и тогда они дают стандартный оператор казачок готова чтобы сказать что раз у меня и прождая т.к. а у т.к. вы т.к. распадательные варианты одномерных пространства давайте скажем т.к. к представлению распадательного одномерных пространства они комплектные у нас есть вот это условие а его нет самое главное условие одно главное зачем нужна почти комплектная структура в контексте симметических многообразий по-английски это называется t форма омега привлечена почти комплектной структурой или в обратную сторону они привлечены друг к другу одна положительность второй а нам-то утверждение понадобится чтобы появиться литическая форма устроенного кресла т.к. а еще раз у вас представление распадательное неприводимое одномерное комплектное и значит мы можем сделать просто линейную замену координат точки так что просто когда барусные комплектные пространства являются неприводимыми ну и все что форма диагональная можем считать можем считать можем считать что m p1 u1 и так далее pn pn неприводимые подпространство представления в кольцом все я успел вам написать просто представление координатах для векторного колья для функций потому что эти общие слова позволяют нам теперь в нашей системе в котором мы полностью провели нужную нам виду, написать и получить суждение нашей лимны. Честно, я правильно понимаю, что мы пока просто с точкой работаем? А нам и нужна же неподвижная точка. Где неподвижные точки, пуль x отлично от нуля. Нет, ты смотришь, что точек касательного пространства, а не в окрестностях. Нет, в окрестностях есть координаты. А представление касательно пространства? В окрестностях касательно пространства, но мне есть вариант к съем дару, который говорит, что... Ну, не к съем дару, а вариантное, это подтверждение, что у меня действие в окрестностях устроит та, что здесь касательно пространства. Хорошо, но... Значит, я могу написать. x у меня поражает элемент. x у меня Что вы сейчас занимаетесь, мы доказываем, как вероятность материала? Нет, ему поверили. А, поверили. А что вы делаете? Мы сейчас делаем следующее. Мы сейчас в координатах, в окрестке точек, которые проявляем этим условием, записываем поле Х, поле гид. Точки гид. Точки гид. Имеет гид. Имеет гид. Имеет гид. Ага. В каждом пространстве. Имеет гид. Имеет гид. Имеет гид. соответствующего. Так как действие элемента помента от C имеет вид 0, ну, не знаю, чуть-чуть. По прилипе я на 7. где первая емкость пространств – это пространство тривиального действия Х. Привиальное действие Х – большое, а только Х – малое. Х – малое. Ну, как у нас действует элемент Х на комплексное представление в одномерном комплексном пространстве? Ну, это экспоненты на какое-то вещественное число, 2π и Т на какой-то параметр. Первое М равное нулю – это просто неподвижное многообразие. А что такое М? Я вот только что убил. У нас М – размерность многообразия, а М – малое. Это размерность неподвижного пространства, комплексное. Это число неподвижных тривиальных представлений в данной точке. Ну, а же неподвижная точка. А, то есть это размерность многообразия? Да, да, да. Кстати, смотрите, в наших осуждений следствие получаем – любое неподвижное многообразие является симпликтическим подмогообразием. Оно уже инвариантно. В каждой точке мы получили разложение на комплектном варианте подпространства, касательное к нашему многообразию. А на комплектном пространстве верно вот это утверждение. Значит, форма не выждена в примечении, правильно? Любого касателя ветра, но это второй, а именно J от него, который не выжидан. Для этого нужна почти комплект структуры. Верно вот это. Я продифференцировал вот этот экспонент просто-напросто. А с другой стороны форма Орега у нас тоже задан стандартными координатами. Значит, я могу найти, да. Я понимаю, а вот это касательно пространства к окружности, да, но вообще-то если деференцировать откуда по ЭКО вылезает? Ну, вот это пространство с кредемиантами КПН плюс один, КПН плюс один. А вы сейчас доказывали, что все индексы чего-то есть? Почти доказали, сейчас я вам напишу просто явно эти выражения, чтобы они у вас остались и на этом мы закончим. Осталось 15 секунд. Я это, конечно, перепишу как обычно. Раз классить выражение для формы и выражение для векторного поля, то мы можем в один форму написать. Раз час, раз, 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 раз. у вас один коэффициент прям дожитая при двух квадратах комплексные числа имеют размерность а симпатическая структура включает почти комплексные подвижные точки да вообще везде поэтому у вас учетные у всех под многообразие а все остальные вещи я вам расскажу уже в следующий раз локальные выпуски закончились теперь мы будем только пользоваться все спасибо вам ну я же сказал что у меня ну это в окрестностях все верно икс в окрестностях форма в окрестностях как бы я получил вот это вот чтобы посчитать размерность сейчас вы хотите посчитать размерность неподвижных строчек да зачем все давайте хотите и дохать от твоей дежал лекцию